В Омск прибыла армия Победы, агитационный поезд с вагоном-музеем, концертной площадкой и выставкой военной техники остановился в городе на несколько часов. Акция приурочена ко Дню Победы, 9 мая, причем в этом году по России идут сразу два эшелона навстречу друг другу. Как омичи, встретили необычный поезд, расскажет Юлия Боброва. Эти гудки, как звуки из прошлого, чтобы окунуться в него, у омичей не так много времени, ведь на Омском вокзале агитационный поезд остановился всего на 4 часа. Пулеметная установка, гаубица, танки и все на открытых платформах. Амичи уже могли видеть этот воинский эшелон в прошлом году, но и сейчас желающих посмотреть на него было немало. Главными гостями стали ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, которым эта техника знакома не понаслышке. 40 лет я отработал на станции. Вот пушки 5-10 я на учения отправлял. Это моя работа была формировать поезда, погрузка, выгрузка. Очень я доволен и правильно сделали, чтобы все-таки посмотрели Великую Отечественную войну. Пусть молодежь смотрит. А вот знаменитый вагон теплушков. Таких бойцов перевозили на фронт. Некоторые амичи после посещения этого импровизированного музея с трудом сдерживали слезы. Поезд замечательный. Главное, что много слез прямо выживает. Нет моих сил смотреть на это дело. Как раньше это было, вообще страшно, не знаю. Экспозиция заинтересовала и молодых людей, в том числе самых юных посетителей акции. Здесь больше десятка образцов военной техники. Особое внимание амичей, конечно, приковывают экземпляры времен Великой Отечественной войны. И амичи выстраиваются в очереди, чтобы сделать селфи, например, с легендарным танком Т-34. В этом году по России идут два таких агитационных поезда от западной и восточной границ Центрального военного округа. Они встретятся в Екатеринбурге уже 5 мая. Юлия Боброва, Евгений Русенко. Новости. Здесь Омск.